Грузинское вино Грузинское вино, по оценкам ученых, существует на свете почти столько же, сколько сам грузинский народ. 6-7 тысяч лет. Грузинское вино не только величественный напиток, это фигурально главная заглавная буква в алфавите грузинской духовности и культуре. Восточная Грузия Кахетия является центром грузинского виноделия, подарившего миру собственные технологии производства вина, так и называемые винами кахетинского типа, и крепких напитков чачи и коньяка. Одна из вершин грузинского виноделия по праву принадлежит грузинскому коньяку. Грузинское коньячное производство появилось на волне общего подъема сельского хозяйства в дореволюционной Российской империи. Так уже в 1865 году промышленник Георгий Балхвадзе организовал в Кутаисе производство коньяка. Радикальный перелом в этом деле произошел 20 лет спустя, когда известный общественный деятель, ученый-химик и меценат Давид Сараджишвили открыл в Тифлисе центральное хранилище спиртов. И через три года построил первый не только в Закавказе, но и во всей Российской империи коньячный завод. Такие же заводы позже им были построены в Дагестане, в Армении, в Молдавии и в Азербайджане. Предприятие Сараджишвили стало коньячной империей, заняв в России монопольное положение на рынке коньяков. А в 2013 году его продукция официально получила название «Грузинский коньяк» и была удостоена множества международных наград. Кроме того, предприятию был присвоен статус поставщика двора его императорского величества. Активно проводились научные исследования по химии вина, ботанике, почвоведении. Были тщательно изучены почвы разных областей Грузии и отобраны сорта винограда, близкие по своему составу к классическим французским коньячным сортам. Юниблан, фольбланш, каламбар. Проводились опыты по выдержке спиртов в грузинском дубе и берика. Выяснилось, что из автохтонных грузинских сортов винограда, таких как цоликаури, чинури, шкацители, получаются легкие, свежие и ароматные спирты, которые прекрасно подходят для выдержки в дубовых бочках. Достижению последние годы только укрепили авторитет грузинского коньяка. Иными словами, история грузинского коньяка и созданная за два последних века грузинская школа мастерства приобрела заслуженную славу, в копилку которой определенный позитивный вклад вносится и нашей компанией, кахетинской традиционной виноделии, сегодняшним лидером экспорта. Виноградарство Грузии отличается рядом характерных особенностей. К основным из них относится наличие большого числа, более 500 аборигенных сортов, а также микрозон, характеризующих со своеобразием микроклимата и почв, наложивших яркий отпечаток на вкус и разнообразие вырабатываемого вина. По показателю суммарных осадков территория Грузии делится на две части. Зоны – это восточная от 300 до 600 мм осадков в год и западную – более 1000. Основные же площади виноградника расположены в четырех зонах – это Кахети, Картли, Эмерети и Рачалечхуми. Все виноградники привиты от филоксеры. Для понимания потенциала Грузии, это очень частый вопрос, по виноградарству, позвольте привести буквально пару цифр из показательной статистики советского периода. Общая площадь, занимаемая виноградарством, составляла в 1985 году, это известный год сухого закона, 125 тысяч гектар, из них плодоносящих было 113 тысяч гектар. Валовый сбор винограда в 1981-1985 год составили 786 тысяч тонн, или 6,7 тонн с гектара. А в 1985 году был действительно какой-то бум, неожиданный, по всей видимости, перед сухим законом. И был собран урожай невиданный до сих пор 915 тысяч тонн, то есть 8 тонн с гектара. К сказанному нужно добавить, что себестоимость винограда в Грузии всегда была выше, чем в среднем по СССР. Это очень важный фактор. И отличалась более чем в полтора раза в связи с объективно сложными агроусловиями, рельефом земель и капризностью климата. В настоящее время при сопоставимых показателях сбора винограда с гектара, сами показатели занятости земель виноградниками пока ниже, чем было в прошлом. А вот контроль качества выращиваемого вина и винограда стал несоизмеримо выше. Продолжение следует...